Добрый день, коллеги. У меня доклад идет про проект Alt-Mobile. Если кто-то помнит мой доклад год назад, он был про использование смартфона на СПО и в некотором смысле это продолжение этого доклада. Что является основополагающей идеей и принципом, на котором основан проект Alt-Mobile? У нас нет задачи взять какой-то случайный смартфон и как-то на нем запустить что-то похожее на Alt. Нет. Цель – это взять систему, где вся основная операционка будет строга на СПО. Никаких блобов, никаких Google сервисов и прочей дряни. Чистая система на СПО. Да, периферийные устройства, там какой-нибудь Wi-Fi, Bluetooth, у них прошивки могут быть закрыты. Главная система должна быть вся под контролем пользователя, вся на основе СПО. Это главный принцип, он, конечно, сильно усложняет работу, но это именно та задача, которую мы перед собой ставим. Поэтому сразу отметаются решения вроде АОСПа, потому что АОСПа не будет работать в случае, если нет, допустим, драйверов закрытых. Практически на всех устройствах так. Селфиш, все, что на нем основано. Все это отваливается, потому что не удовлетворяет критерию того, чтобы базовая система была свободной. Это не значит, что пользователи лишаются права установить проприетарный софт, если они этого хотят. Но та система, которую предоставляем мы им, она должна быть без него. Значит, понятно, что мы здесь не первые, и уже существует много дистрибутивов, которые занимаются. На самом деле больше двух десятков. Я перечислил только наиболее популярные здесь. Но обратите внимание, их главная фишка, вот этих дистрибутивов, они все идут форками, какими-то спин-оффами, параллельными ветками относительно основного дистрибутива. Как, например, в Debian это Mobian идет, от Alpina это PostMarketOS, отпочковался отдельный проект. От Ubuntu отпочковался Ubuntu Touch, потом Lameri. Но суть в том, что это все некие такие параллельные вещи. А мы делаем прямо на Sisyphe, прямо на том же Альте, который стоит на десктопах, на серверах. Мы делаем мобильную систему. Вот. Значит, собственно говоря, Тим решил в стороне этого всего не оставаться. И вот в этом году тоже работа некоторая идет. Значит, какая ситуация была по графическим оболочкам год назад? Их очень много, их там больше десятка точно, но основных было три. Это KDE Plasma Mobile, это Foge, который фоуншелл на Gnome и на Вейлерутс Вейландовском основан. И это SXMO очень интересная, сейчас она SVMO называется, это Sackless Vailant Mobile. Она очень такая гиковая, очень интересная. Но тут главная фишка в том, что можно сложнейшей системой жестов, там несколькими пальцами из разных углов, там закрученные по спирали в разные стороны, как угодно можно программировать. И вся система жестами управляется. Но это система для таких очень замороченных энтузиастов, не для более простых пользователей. Но что изменилось за год? За год таких оболочек стало уже пять, которые можно отнести к основным. Ламирия, она была и до этого, это Ubuntu Touch, раньше этот проект был. Но он был таким заглохшим, поэтому я год назад его и не показывал в списке основных, он в стагнации был. Сейчас он получил новое дыхание, этот проект тоже живет. И Gnome Mobile сделал без использования Вейлерутс, именно в чистом виде на Gnome, там тоже есть оболочка, и тоже как бы у нее немножко другие принципы. То есть оболочки разные, софт внутри оболочек может быть одинаковый, вы можете видеть, что, например, звонилки здесь одни и те же используются, кроме плазмы и кроме возможной ламирии, я там не исследовал этот вопрос. Значит, что мы в Альте сделали? Мы решили, что надо остановиться на какой-то одной оболочке для начала, потому что их пять, да, сразу попытаться сделать, но ничего хорошего из этого может не получиться. Выбрали Foge. Почему Foge? Потому что развитая оболочка, развитое сообщество, и у меня просто уже личный опыт года полтора к тому моменту был по использованию этой оболочки. Поэтому ее взяли, собственно говоря, вот это скриншоты уже с Альта сделаны, да, блокировщик экрана и основной экран. Телефончик там уже третий день на стенде лежит, может быть, кто-то смотрел, кому интересно было, кто захочет, можно еще будет во время кофебрейка и после конференции посмотреть. Значит, основная функциональность оболочки, звонки, смс, календарь, браузер, телеграм, это все есть, это все работает. Не идеально, но, допустим, вот сами приложения звонков, смс, они очень хорошо адаптированы, это конвергентный интерфейс. То есть он автоматически подстраивается к размеру экрана, смотрите на мобильном, он у вас в мобильном интерфейсе, воткнули телефон к монитору, у вас все разворачивается на большой экран уже в десктопном варианте. Значит, с какими проблемами мы столкнулись? Ну, не бывает же так, что просто взял, собрал, и оно все с полпинка заработало. К тому же Альт это очень такой самобытный дистрибутив со своими технологиями. И вот мы наткнулись на такую проблему, в Альте есть технология TCB. Поднимите руку, кто знает, что такое TCB? Ну, то есть в основном знают те, кто в Альте работает. Значит, смотрите, что такое ETC Shadow, я думаю, все знают, правильно? Вот, значит, TCB это технология, где хэши, пароли хранятся не в одном файле, а для каждого пользователя хранятся в отдельных файлах, которым доступ может получать только соответствующий пользователь. Казалось бы, крутая технология. Мы защитились от проблемы, что в случае взлома утилит работы с хэшами у нас не утечет все. Это действительно более безопасная альтернатива, это круто. Но для работы с TCB требуется переработка всего ПО, которая работает, лезет в ПАМ, лезет в эти недра аутентификации. И с технической точки зрения появляется гораздо больше SGD-ных бинарников. Да, это не рудовый SGD, это специальная группа, но сейчас общая тенденция развития программного обеспечения в том, что от SUID-ов и SGD-ов уходят полностью. Допустим, Gnome Shell, там поддержка SGD-ных приложений просто не поддерживается. Очень многие переходят. Chromium, например, будет ругаться, если вы ему поставите SUID-бит вместо юзера namespaces. Конечно, это дискуссионный вопрос, там юзер namespaces своих багов хватает, но суть в том, что общая тенденция ухода от этих битов, повышения привилегий, она есть. И TCB, он в этом плане, конечно, устарел и ведет в другую сторону. Но тут уж и сообщество решает, что с этим TCB дальше делать, да, я как бы подсвечиваю проблему. Но вот у нас из-за TCB возникли нетривиальные проблемы. Допустим, вы хотите запустить Firefox, а он не запускается. Вот казалось бы, в чем дело, вы залогинились в систему, все работает, вот, а он не запускается. А внутри оказалось, что это вот проблема с этими SUID-ными и SGD-ными битами, и если там некоторые хитрые вещи с аутентификацией не сделает, то Gnome Show скажет, не буду запускать вот такие вещи, и все. И оно не работает. Точно по этой же причине возникала проблема с багом с очень долгим запуском приложения. Вы его запустили, оно загрузилось, ну, где-то через минуту, да. И что эту минуту делают? Прод свободен, все стоит, а там возникают тайм-ауты по шинам, потому что опять-таки вот эта поддержка, которую пришлось добавлять в Foge для поддержки TCB, она привела к тому, что был SGD-ный хелпер, и вот этот SGD-ный хелпер вызвал по цепочке много проблем. Это все исправили сейчас, это все закомичено, это все опубликовано. Естественно, это все не заобстримлено, потому что кроме альта, сейчас TCB никому не нужен из живых дистрибутивов. Но есть в этой всей истории одно интересное следствие. Теперь нельзя использовать пустой пароль на телефоне. Он обязательно должен быть задан. В принципе, я это не считаю багом, я это считаю фичей. Значит, что еще важно, когда мы говорим о мобильной операционной системе? Взаимодействие с модемом. Здесь показана основная схема того, как это устроено, как работает. На выбор есть в качестве менеджеров модема Афона и модем-менеджер. Ну, скажем так, модем-менеджер победил, потому что раньше Афона использовался плазмой, и в этом был огромный недостаток плазмы. Сейчас плазма уже перешла на модем-менеджер. По-моему, до Каламири его еще используют Афона. Но, в общем, вот такая схемка. Я сейчас детальнее на ней не буду, наверное, останавливаться. Что с прикладным ПО? Да, вот я скриншот показывал, если как бы по пунктикам разобрать. Все, что нужно для телефонии, смс, контактов, телеграм, это все есть. Ватсапа, например, нет и не будет, потому что эти паразиты не делают для Linux нормального приложения. Даже то, что есть десктопное, вопрос, пожалуйста, после. Значит, даже то, что есть десктопное, оно требует авторизации через вот эти андроидные или iOS-овские приложения. По мультимедиа есть приложение для работы с камерами, Мегапиксель, не без багов, но, в принципе, пользоваться Мегапиксель вполне можно. Для музыки вообще, full stack, можно там слушать и интернет-радио, и с альбомами работать, можно просто простую слушалку типа Амбирола использовать, если вам эти сложности не нужны. Тут все вообще круто, оно под мобильный интерфейс адаптировано, оно умеет на локскрин выводиться, когда экран заблокирован, чтобы можно было, допустим, на следующий трек перейти. С просмотром видео, в принципе, тоже неплохо, там есть ПВ, это все более-менее нормально работает. С браузерами немножко хуже. Есть Chromium и Firefox, это основные браузеры, они работают. Chromium поддерживает уже аппаратное ускорение при растеризации WebGL 2 даже, поддерживает аппаратное декодирование видео, все круто. Кроме одной детальки. Оба браузера немножко не влазят в вертикальной ориентации в экран. Над этим сейчас, по крайней мере, для Firefox исправление существует, мы работаем. Для Chromium исправление для свежих версий, по-моему, я ни в одном дистрибутиве не нашел. Вот такие неудобства небольшие есть. Карты есть, Gnome Maps, GPS, GLONASS работает, можно это все смотреть. С почты Gary это тоже приложение с удобным мобильным интерфейсом. Будильник, календарь, читалки, foliate, например, все есть в этом плане, если мы говорим основные вещи. Существует в Adroid, если кому-то очень хочется поставить андроидное приложение, которое им скидку 2% в магазине даст, эти вещи делать можно, они, скорее всего, будут работать. Но в Adroid это то же самое, как, допустим, использовать Vine для запуска Windows-приложений в Linux. Что-то будет работать, что-то нет. Мы это не рекомендуем с соображением безопасности, потому что там уже хлам внутри идет. Но, как бы, это дело пользователей. Понятно, что это все не с нуля разрабатывается, что команда Altim использует работу других проектов. Загрузчик, это Ubud, он открытый полностью. Ядро, оно все дистрибутеры мобильные, они в том или ином виде используют ядро MEGA, мы то же самое делаем. Модем, там тоже Linux, он тоже открытый. И там embedded-система, если останется время, я про него расскажу. Вот, очень интересная вещь. Затем, что еще? Мы используем, естественно, Foge, который начала компания Purism, затем сообщество подхватило, там вклад уже очень многих. Используем наработки других дистрибутивов, постмаркет, мобиум, в каких-то детальках. И, конечно же, используем CZIF, на котором основа, собственно говоря, вот этот Foge, это сейчас часть CZIF, да, то есть это в нем уже есть. Что по железу, да, вопрос, на чем это все работает. Сейчас поддерживается система на кристалле Roachip 3399s, это PineFone Pro и совместимые модели существуют от партнеров. Поддерживается, я отдельно расскажу про это, работа на SCIF от Elvis, это российское железо и на нем Altmobile тоже работает. Планируется расширение в будущем, если получится найти, да, с драйверами все эти проблемы, чтобы они открытые были. И самое главное, мы собираем QEM образы для популярных архитектур, это Intel OV, ART64 и RISC-V. То есть те люди, у которых нет, допустим, этих PineFone, но которые хотят присоединиться к разработке и что-то поделать, есть куча задач, для которых QEM достаточно. Например, задач с интерфейсами. Это вот демонстрация того, как работает Altmobile на SCIF. То есть что такое SCIF? Это российская система на кристалле, Elvis, по-моему, ядра свои публикует, по крайней мере, на другое железо, то есть тут проблем не должно быть. Сейчас вот уже они сами, то есть смотрите, это не мы делали, это не Altmobile, мы им только подсказали, какие вопросы были. Это пример того, как работает открытая разработка. Другие люди взяли и на свое железо это все перенесли. Звонки, смс, интернет, вот здесь карты у них. Это все уже сейчас на пробных каких-то инженерных образцах работает. Какие проблемы? Не бывает такого, что без проблем и все хорошо. Сейчас есть баг с энергопотреблением, над ним работаем. Ну, скажем так, система не всегда засыпает, когда она нужна, там идут паразитные события, некоторые фоновые, которые ее будут. Мы работаем над тем, чтобы это подавить. Это проблема и в других дистрибутивах на новых версиях, стал вылазить, поэтому это не какая-то вина именно Альта. Это доработка графического интерфейса, про который я говорил, что не все влазит. И есть отдельная задача переработки. То есть тут важно различать, что есть задачи, где достаточно немножко поправить, и все будет хорошо, как, допустим, с браузером, который не влазит. Есть проблемы с LibreOffice, который принципиально не адаптирован под мобильный интерфейс. И я вообще не знаю, можно ли с ним что-то сделать, можно разрабатывать что-то новое. Существует, допустим, проприетарный проект MyOffice. Некоторые говорят, давайте его использовать. Но, во-первых, он проприетарный, а во-вторых, те, кто им пользовались, тоже мне ругались буквально на днях, что с таблицами там, например, некорректная работа. Опять же, что-то большое, тяжелое, вроде GIMP и Inkscape, на мобильном интерфейсе тоже мучение использовать. Вот просто пример того, что бывает с интерфейсом. На левом экране это просто настройки системы, сеть. Все влазит, все идеально, все хорошо, все отмасштабировалось. Переходим в расширенные настройки, нажимаем вот эту звездочку, шестеренку. И окошко уже не влазит, не влазит по горизонтали, изменить если ориентацию телефона, оно не влезет по вертикали. То есть вот такие доработки, они много где нужны, много где это надо делать. Отлаживать эту штуку очень удобно, потому что она живучая, ее убить вообще, но только аппаратно можно молотком. То есть грузиться она умеет с microSD, с USB OTG, через аудиоджек можно вывести компорт человеческий и с ним работать как с консолью. А также по нажатию комбинаций клавиш, вот можно это прям посмотреть на стенде, можно переключиться во фреймбуферную консольку. И если, допустим, валент упал, можно вполне с этим работать, для отладки такие вещи тоже полезны. Значит, что мы планируем в дальнейшем? В первую очередь надо исправить проблемы с энергопотреблением и сном, да, это в процессе. Я собираюсь добавить полнодисковое шифрование, ну понятно, телефон могут украсть, там еще как-то потерять его можно. Вот, и в принципе после этого я уже сам планирую его как основной телефон использовать. Затем это доработка графического интерфейса, вот там где-то можно малыми силами в разумных пределах сделать. Пересборка прошивок, потому что это опыт и модем мы сейчас берем готовые с ДК, но там все есть, все исходники, то есть это фирмваря такая, да, которая на отдельные там SPI-ки ставится и у BFS и прочее. Ее тоже можно пересобрать, добавлять туда свои фичи, ну и конечно же мы приглашаем к участию разработчиков. Очень многие задачи выполняются в QEM, вот задачи подработки графического интерфейса, да, ну а для наиболее активных мы можем помочь с поиском, скажем так, оборудования для этого всего. Вот, вот такие планы работ, и, ну собственно говоря, это уже близко к тому, чтобы можно было, по крайней мере для энтузиастов пользоваться повседневно, и свобода выбора, она позволяет очень классные вещи делать с этим всем. Вот, документация есть на Вики, там есть ссылка в PDF, и я вывел для удобства QR-код на эту же ссылку, вот, так что, если будет время, я еще могу про модем рассказать, но времени уже мало, поэтому жду вопросов. Вопросы? Артем Быстров, базальность ПО, счастливый обладатель Python Pro с альтом на борту. Такой вопрос, ну как, небольшой комментарий. Чисто технически можно посмотреть в качестве примера доработки графического интерфейса для работы на смартфонах проект эмулятора PSP. Там можно абсолютно спокойно выбрать графическую систему управления. Практически один бинар не компилируется, для всех архитектур один. Я немного не понял. Вот смотри, у нас есть, допустим, вот тот же Gnome Control Center, да, где не влазят некоторые меню. Как мне PSP поможет сделать, чтобы эти меню влезли? Принцип работы с построением графического интерфейса. У нас нет сейчас ресурсов с нуля писать какую-то оболочку на другом принципе. Нет, 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 нет. Принцип построения посмотреть, как пример реализации. Что такое принцип построения? Ладно, в клуарах обсудим. Еще есть вопросы? Да, есть. Как обстоят дела с Bluetooth на аудио? У меня микрофон, который никто не отбирает. Так, с Bluetooth, именно с аудио поверх Bluetooth. Bluetooth, который аудио, наушники подключать. И Bluetooth Low Energy, всякие браслеты и прочее. Я, честно говоря, это просто не тестировалось сейчас. Bluetooth вообще работает. Тут поддержка полная. Работает так же, как и в VALTE. То есть, если у вас в VALTE на Bluetooth подключается ваше устройство, на десктопе, допустим, оно заработает и здесь. Каких-то фундаментальных отличий нет. Конкретно тестирование не выполнялось. Сейчас более важная задача. Андрей, Андрей, как человек, который подключал к смартфону Bluetooth колонку, могу заявить, Bluetooth с аудио работает нормально. Вот, замечательно, спасибо. И звуковые карты, подключаемые по Type-C через переходник USB-шный, тоже прекрасно работают, если что. Спасибо. Пока вот вопросы. А я посмотрел, кстати, вот POSMarket, который Plasma Mobile, там у них есть список совместимых телефонов. И там, почему, у них там большой выбор, ну, старья всякого, у которых как раз вот не жалко воткнуть Linux. Значит, на телефоне есть там Samsung, S2, S3, S4. А почему ваши? Я объясню. Во-первых, большинство из этих устройств, если вы посмотрите, как POSMarket работают, они натягиваются поверх закрытых драйверов. То есть, просто из того, что вы закрытые драйверы выкинули, они не пойдут там, да? Это во-первых. Во-вторых, есть некоторые устройства, куда, в принципе, ну, допустим, старый PANFON, который на Allwinner. Никто не мешает запустить там Alt, кроме того, что сейчас просто не хватает людей этим заниматься, а поскольку устройство старое, то как бы сейчас с этим никто и не работает. То есть, есть еще устройства, куда можно из этого списка, да? Ну, не все. То есть, там надо предметно смотреть. Александр Базальтис, ПО. Я работаю с UEM-партнерами, и в ближайшее время мы планируем расширять линейку устройств, уже новых устройств, в том числе на ROG-чипе 3588S, на Unisoc и на других чипах, которые согласны будут предоставить исходники. Комменты? Выполнение. Ну, как пример, вот Rasa выкатила Rasa Mobile на этом, там IE-T1, там что-то такое. Ваша вот на этом выкатится? Надо смотреть, как Роса работает. Нет, не выкатится, говорят, все, ладно. Ладно, окей. Просто, насколько я знаю, многие производители, я не буду называть, но они делают как? Они берут Android, ядро Android, они берут какие-то критически нужные компоненты по драйверам юзерспейсу и дальше натягивают свой юзерспейс поверх него. Нет, нет, я посмотрел Rasa Mobile, через Plasma Mobile присобрали, и Telegram засунули вроде. Да, ядро там какое? По-моему, это какой-то там… Вот, это ключевой вопрос здесь. Что? Android, да? Вот, то есть, видите, это то, о чем я сейчас говорил, вот эта проблема. На самом деле, там очень классная тема с этим, сейчас пока 30 секунд есть, с модемом, потому что это устройство в устройстве, там тоже Linux сидит. YOKTA Linux, да, вот этот? YOKTA, да. Это по инфо модам SDK называется проект, это основные характеристики, сейчас немножко обновилось, но там можно делать какие-то классные вещи. Там можно с ним общаться через SMS с этим модемом, можно ему позвонить, он будет отвечать, есть, допустим, функция отложенного звонка, когда вы сидите на скучном совещании, надо выйти, да, вот, есть возможность записи разговоров и SMS прямо на модеме, и, в общем, это тоже очень интересная тема, пока что мы это используем в виде готовой сборки, но там исходники есть всего, кроме ADS-почипа, поэтому туда тоже можно лезть и тоже делать всякие интересности. А там нет каких-то опасностей, я сколько помню, YOKTA Linux лет 10 назад купил Siemens, ну, там, начало кументар графиксу купил, потом... Смотрите, там не только YOKTA, там проект именно по инфо модам SDK, он использует кучу всего компонентов, можно посмотреть на GitHub его, там ссылочки у меня в конце есть на этот проект. Не, я думаю, там нормально все будет. Коллеги, ну, переходим в кулуары, там обсуждаем. Да, ты принес с собой устройство в кулуары, которое мы обсуждали? Так оно там лежит третий день. Давайте посмотрим его, давайте его посмотрим.